Добро пожаловать на медитацию, посвященную служению, любви и свету. В каждый месяц существует пик, кульминационный момент, когда приток энергии на Землю наиболее интенсивный. Во время полнолуния приходит максимальное количество энергии из духовных сфер для того, чтобы озарить и просветлить нашу Землю. Каждый месяц проходит под определенным знаком зодиака. Этот знак несет определенные качества. Итак, устройтесь поудобнее. Расслабьте все мышцы вашего тела. Мышцы лица, плеч, рук, ну, всего тела. Подумайте, что у вас полный баланс в физическом теле, полный баланс в эмоциях, полная гармония и баланс в вашем уме. Подумайте, вы мысленно сливаетесь со всеми служителями света. Представьте их, как яркие звездочки, сияющие в пространстве и соединенными световыми потоками друг с другом. Подумайте, вы едины со всеми служителями света. И все, что есть у вас, также принадлежит им. Пусть любовь, присущая вашей душе, изливается на них. Пусть сила, что присущая душе, поднимает и поддерживает всех. Пусть мысли, что рождаются в вашей душе, вдохновляют и озаряют всех. Представьте вертикальную линию света, уходящую в небо, в космос. Представьте, что на этой вертикальной световой линии находятся четыре энергетических центра. Это вращающиеся колеса энергии. Можете их представить, как четыре сияющих лотоса. Первый центр снизу вверх символизирует все человечество. За ним следующий вверх – группа мировых служителей. Следующий энергетический центр – это центр любви. Сердечный энергетический центр планеты – центр иерархии света. Самый верхний энергетический центр – головной планетарный центр. Центр божественной воли – Шамбала. Теперь представьте, что эти четыре энергетических центра – человечество, группа мировых служителей, сердечный центр и головной центр – выравниваются между собой так хорошо, что образуется чистый канал для свободного протекания энергии. Так что высшие энергии с высших планов бытия могут проходить свободно через центр воли, через центр любви, служителей света и опускаться на землю, втекая в человечество. Представьте, как божественные энергии любви, света и могущества протекают из высших внепланетарных источников через центр Шамбалы – головной планетарный центр, сердечный центр планеты, центр любви, центр иерархии света. И затем втекают в группу служителей света. И оттуда во все человечество, просветляя все и всех. Теперь подумайте о знаке зодиака. В этом месяце это близнецы. Сейчас помедитируем на ключевую ноту созвездия. Я узнаю свое второе «я», и с угасанием этого «я» расту и сияю. То есть с угасанием малого второго «я» высшая душа растет и сияет. Этот девиз поможет вам воспринять энергию этого знака, ощутить качество этого знака. Я узнаю свое второе «я», и с угасанием этого «я» расту и сияю. Я узнаю свое второе «я», и с угасанием этого «я» расту и сияю. Я узнаю свое второе «я», и с угасанием этого «я» расту и сияю. Я узнаю свое второе «я», и с угасанием этого «я» расту и сияю. Я узнаю свое второе «я», и с угасанием этого «я» расту и сияю. Я узнаю свое второе «я» и с угасанием этого «я» расту и сияю. Теперь подумайте и представьте, что энергии света, любви и воли к добру втекают из внепланетарных источников и, протекая от одного планетарного центра к другому, постепенно приземляются на нашу планету и закрепляются в тех физических центрах планеты, через которые божественный план может проявиться. Восхитительно красивые божественные энергии проходят через высшую точку планеты, головной центр — центр воли. Затем протекают через сердечный планетарный центр — центр любви. Затем протекают через центр группы служителей света, опускаясь ближе к Земле. И затем эти энергии втекают во все человечество и во все те планетарные центры, через которые план любви и света может осуществиться. Представьте, как восхитительно красивые энергии любви и света и воли к добру втекают в головной центр планеты, центр воли. Как они сияющие опускаются и притекают в сердечный центр планеты. Как они сияющие протекают дальше, втекая в группу мировых служителей света. И затем опускаются, втекая во все человечество и во все планетарные центры планеты, через которые план любви и света может проявиться. Представляем, как восхитительно красивые энергии любви и света и воли к добру втекают в головной центр планеты. Центр воли. Как они сияющие опускаются и притекают в сердечный центр планеты. Как они сияющие протекают дальше, втекая в группу мировых служителей света. и затем втекают во все человечество и во все планетарные центры планеты, через которые план любви и света может проявиться. Подумайте, что сейчас вы фокусируете свое сознание в иерархии света, в центре любви и всей планеты. Подумайте, что в центре всей любви вы пребываете. Из этого центра вы, как душа, идете в мир. Из этого центра вы, как сложитель света и любви, действуете. Пусть любовь высшего божественного Я и изливается через ваше сердце, через вашу душу, на весь мир. Представьте изумительно красивый поток духовных энергий, протекающих через головной планетарный центр, Шамбал. Затем, представьте, эти энергии втекают в сердечный планетарный центр, центр любви, затем в группу мировых служителей и во все человечество. Подумайте и представьте, что эти энергии выстраивают дорогу света для прихода на Землю мирового учителя. Теперь подумаем об излиянии света, любви и могущества или божественной воли от духовной иерархии планеты в пять планетарных центров Лондон, Нью-Йорк, Дейджелинг, Женима, Токио. Представьте, что свет из божественного разума втекает в умы людей, неся просветление и озарение. Представьте, что из сердечного центра планеты любовь божественная струится в сердца людей. Представьте, что из центра божественной воли втекает в человечество знание о божественной цели, и пусть эта цель направляет малой воле людей. представьте, что планета сияет светом и наполнена любовью, и пусть план любви и света осуществится во всем человечестве, и пусть это запечатает дверь, за которой существует зло. Пусть свет, любовь и воля божественной восстановят план любви и света на земле.